На еженедельном рабочем совещании по мониторингу тяжёлых состояний у детей в режиме ВКС заместитель министра здравоохранения Долана Кулар поручила врачам Республиканской инфекционной больницы проводить осмотр детей четыре раза в день с докладами об их состоянии и количестве. По данным последнего отчёта, опубликованного Министерством здравоохранения, госпитализировано 103 ребёнка. В состоянии детей отмечена положительная динамика. 15 детей требует повышенного внимания. Эти дети чем отличаются? Тем, что у них более выражена интоксикация. Это температура 39, 38, рвота и слабость. Остальные дети средней степени тяжести, но тоже имеют место лихорадка, но меньше это в пределах 37-38 градусов. В школе сейчас проводится проверка пищеблоков. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Помещения опечатаны. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм в школе-интернате возбуждено уголовное дело. В рамках дела в настоящее время проводятся соответствующие процессуальные действия. И ранее в данном учреждении также регистрировалась групповая заболеваемость, связанная с выявлением больных новой коронавирусной инфекцией. Также ранее были случаи заболеваемости детей норовирусной инфекцией. Напомним, после массового поступления жалоб от детей об ухудшении самочувствия, 13 декабря примерно в 23.00 в инфекционную больницу были госпитализированы 33 учащихся. К 5.30 утра 14 декабря число госпитализированных увеличилось в общей сложности до 74 детей. На 15 декабря госпитализировано 29 детей. Глава ТУВы Владислав Ховулык и Министерство здравоохранения получают обновление об их состоянии 4 раза в день. Даян Данцюрюн, Буян Уюн, Миран Эргит, ТУВА-24.